Добрый вечер всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Покажу вам нашу погоду. Такая у нас сухая, хорошая, дождя нету, погоды. Погода очень хорошая, хочу сказать. Но что я хотела показать? Сегодня у нас влог будет не о кулинарии, а о кан, да? Где я храню каны и в каком у меня состоянии каны. Вот, девчата, храню я их в келлере. В келлере, это внизу, да, как под дом, кладовка. Вот, смотрите, каны, это у меня оранжевые. Вот они, они у меня. Храню я их вот так вот. Это от мандаринчиков, ну, такие деревянные, да, вот эти вот. У меня собачка на улице просится. Это у меня от мандаринов, они такие деревянные, прочные. Тут у меня газета, каны, вот такие вот. Вот, вот они, у меня уже кое-где они проросли. Тут им сухо. И почему я их занесла? Хочу сейчас объяснить, почему я их занесла. Потому что к конце января я хочу их уже посадить, чтобы они немножко у меня проросли. В прошлом году я садила в конце февраля, а в этом году в конце января. Почему? Потому что у меня каны, я хоть и в конце февраля их посадила, а расцвели они у меня только в конце августа. Не знаю почему, но, да, в этом году я хочу еще пораньше садить землю. Я покупаю в Лидли. Именно такую землю я покупаю. Оно, конечно, хорошо проращивается. Все, ничего не могу сказать. 5-6 недель и у меня уже хорошие зеленые листочки идут. Это земля называется для гераний. Я для гераний землю покупаю и прям сажаю. Вот посмотрите, какие вот они у меня хорошие. Уже показывала, да, посмотрите, проросли. Вот храню я в келлере. Еще раз хочу сказать, в келлере или любой кладовке можно хранить. Вот у меня, посмотрите, сухие, нигде не прогнившие. Вот они, посмотрите. И все вот уже прорастают. И хорошо прорастают. Я их сейчас занесла. Вот хочу положить на подоконник. Сбрызгнуть их. И чтобы вот у меня вот такие вот, они уже сами прорастут. И, ну, как еще больше, да, и один раз сбрызгну и уже открою вот эту мою бумагу. Сейчас немножко прикрою. И буду потом в конце, я говорю, января, повторюсь, буду их рассаживать. Вот. И еще хочу сказать про каны. Те, которые вот, например, мне девчата писали, говорили, да. Вот эти красные каны я первый год оставила на улице. Оставила их на улице в этом... Сейчас сюда отнесу их. Оставила их на улице в этом, в земле первый раз. Почему? Хочу сделать эксперимент. Эксперимент, чтобы они у меня как в земле остались. Хотя у нас будет в этом году, вот завтра, вот тем более, на выходные, даже в воскресенье, сказали, минус один будет. А с понедельника, со вторника минус пять. Ну, посмотрим, да. Вот хочу вот попробовать. Вот сюда я их ложу. И вот они у меня сейчас вот тут вот будут отдыхать. Уже их раскрыла, все. Сейчас побрызгаю, и пускай они у меня уже будут раскрыты, чтобы они у меня хорошо проросли. Вот такие вот у меня каны. Вот так вот я их храню. Потом, когда я буду, девчата, их, например, сажать, да, но я буду все равно показывать. Вот это вот, где вот шелуха, вот такая вот, смотрите, вот такая шелуха, я ее убираю. Вот это вот полностью. Ну, смотрите, какая вот хорошая. Смотрите, вот она. Где вот такое вот обрезаю уже. Главное, чтобы не гнило. Но она у меня не гнило и ничего абсолютно. Вот это вот я тоже, где вот, прорезая ножиком, и вот так вот сажаю. Потому что некоторые сажают землей, я знаю. Но я землей, ну как, земле не держу. Ну, кто по-разному, да? Ну, и вот я смотрела, много блогеров с землей сажают. И вроде бы неплохо выглядит. Вот такая вот. Ну, посмотрите, разве это не прелесть? Вот, вот такая вот. Это у меня оранжевые, еще раз повторюсь, да? А красные, вот я хочу посмотреть. Но у меня муж был на даче, говорит, там у тебя уже такие отростки, все проросло. И я потом вам покажу, что там у меня проросло. Он говорит, прям вот такие вот уже эти торчат, говорит. Я сегодня делала суши, посмотрите. И с авокадо, и с огурцов, и с паприкой. Вот мой Рик хочет на улицу. Куда ты собрался? Покажу вам нашу еще раз погоду. Посмотрите. Тут у меня тоже пальмы. Вот они. Укрываю я их тоже ничем. Ничем абсолютно. Вот они. Извиняюсь, тут у меня стирка. И вот мои олеандры. Тут у меня красная, розовая, желтая и белая. Три штуки. Вот они. И вот цветочки тоже очень хорошие. Вот они они. И вон там у меня еще пальма. Тоже, но она разная. Одна такая, другая такая. Так, девчата, сейчас покажу. Она должна расцветать у меня. Тоже тут немножко стулью убрала. Собрала. Посмотрите. Вот она. Видите? Вот у нас уже январь, да? Вот они. Новые пустили. Вот она пальмочка. Новые листики уже. Вот они были сначала в гармошку, а потом они распустились у меня. Вот такие вот. Вон там еще одна будет. Так что все нормально, слава богу. Как бы. И покажу вам, девчата. Она выдерживает до минус 18 градусов. Вот посмотрите, что показываю вам. Вот оно, что потом не было. Нет, они долго не это. Долго. Они вот тут даже стоят. Я поливаю один раз в месяц. И то, когда тепло на улице. Когда вот, например, мороз, я даже не выхожу. И поливаю теплой водой. Ни холодной, ни комнатной температурой. Вот чтобы теплая была вода. Вот. Вот такая вот она будет. Так что вот минус 18. Есть минус 6, который вот у меня, если вы видели на даче, минус 6 градусов. Было вот морозу, да? И у меня пропала та пальма. Потому что у меня где-то есть даже, я снимала влог, да? И говорила, что у меня минус 6 было. И у меня она, я обматывала, я с ней вот все делала, да? И вот, и все равно она пропала. Все равно. У соседки вот стояла, да? А вот у меня пропала. Я не знаю, почему, что, как. Ну, факт, что она пропала. Так. Скоро будем с вами бармыть. Рик, заходи. Заходи, манчать. Вот оно. Так что, девчата, вот такие вот дела. Все пропало у меня. Вот эти вот, то, что на даче были пальмы, я говорю, больше. Я вот такие первый, последний раз, как бы покупать не буду. Потому что они быстро пропадают. Тут у меня вовсю кипит. Сегодня делала лазанью. И... Так, это надо каночки накрыть. Делала лазанью. У меня и суп гороховый, и суши делала. Так что, вот так вот. Ну, извиняюсь за такое вот коротенькое видео. Как только я буду на даче, я обязательно вам покажу. Да? Обязательно вам покажу, как у меня там проросли маяканы. Вот он мой Рик. Рики. Рик. Рик.